народ всем привет из мариуполя это драмтеатр видите сколько уже сделали а помните сколько нытья было что драмтеатр все кто только об этом не говорил какие там блогеры самые известные там люди выступали восстанавливают и где-то через год здесь уже говорят будут представления поэтому нытью это хорошо хэштег плач ярославной 2024 это конечно концепция интересная но театр через год начнет работать уже очень быстро делают очень быстро вы знаете мариуполе самые разные люди есть я кого тут только не встречал самые разные сегодня у меня была очень интересная встреча даша у нее был салон красоты она вернулась но она расскажет она родом отсюда мариупольчанка и вот это год с лишним назад я заходил к ней меня с ней познакомили и я так вот на бегу поговорил с ней тогда я все вспоминал про нее потому что я думал пошел бизнес не пошел бизнес и вот мы встретились с ней сегодня потому что мне хотелось уже знаете посидеть поговорить по нормальному как бизнес как настроение потому что она пожила в европе а потом вернулась прошло же вас плана года после ну чуть меньше после мая 22 года вот как ей сейчас коренной мариупольчанки и вот мы с ней об этом говорили но естественно она показала свой обновленный салон красоты бизнес идет гору но не буду спорить предлагаю присоединиться к нашему разговору сегодня. Год назад, да, получается, мы встречались? Полтора года назад мы встречались зимой. Уже прошло столько времени, два с половиной года. Да. После всех этих событий, Мариуполь, столько изменений. Хорошо, что ты местная мариупольчанка, и у тебя вот такой вот необычный опыт. Мало того, что ты уезжала в Европу и вернулась, открыла свой бизнес, и, я так понимаю, осела уже как бы здесь. Да. Ты уезжала в Европу, когда все началось. Я уезжала в Европу, это было 14 марта 22-го года, как только, да, возможно, стала выехать из города. Я уехала с детьми. У меня в Австрии есть родственники. Я поехала к ним, потому что, ну, просто на пустое место, конечно, в какие-то лагеря для беженцев мне ехать не очень хотелось, особенно учитывая вот этот месяц, весь, что мы пережили здесь. Но какие-то еще дополнительные испытания, которые были бы, там, травматичные и для меня, и для детей, не хотелось переживать. Все мы пережили, конечно же, как и большинство наших. Три недели, получается. Да, три недели ровно мы вот это все прошли, прожили. Вот, выехали. Три месяца мы побыли в Европе. И я психологически, ну, психологически мне было тяжело. Я все время хотела домой. Я понимала, что, ну, вот, закончится эта острая фаза, все равно рано или поздно начнет как-то восстанавливаться город. И, опять же, я хотела этот бизнес свой восстановить. А он у тебя был до боевых действий? Он у меня был до боевых действий, да. Мне удалось сохранить практически все там свое оборудование. Я это все успела вывезти вовремя. Так я уже смутно помню, у тебя мебель так же стояла, как и стояла. Ну, не совсем. У меня здесь два раза всего больше было. Почему? Потому что было очень мало места и был только этот кабинет. Я взяла еще один кабинет в аренду и большую часть оборудования перевезла туда. То есть у тебя два кабинета сейчас? У меня два кабинета, да. Во втором кабинете работает косметолог-эстетист под запись, а в этом кабинете принимаю я. Также у нас там девочка еще есть, парикмахер-колорист тоже, она на аренде тоже под запись выходит. Прикольно. Вот. Ну и, естественно, концепция медцентра, она тоже не изменилась. Стоматология у нас масштабировалась, наверное, раза в два. У нас появился рентген, его тоже не было. Я понимала, что я все равно приеду не на пустое место. Ну, то есть не с нуля мне это начинать и не идти там в Европе официанткой работать или еще что-то. Тем более с двумя детьми они тогда были еще меньше. Три месяца я там пробыла. Ну, честно, сложно мне было психологически именно. Во-первых, я была там одна. То есть я уехала вообще просто с детьми и все. Ну, разный менталитет совершенно. Была проблема с тем, чтобы все-таки я привыкла работать. Я привыкла взаимодействовать с людьми. Я привыкла быть социальной. Для меня сидение дома, ну, я этого не понимаю. Тебе платили что-то? Нет, я так и не дождалась никаких выплат. Честно, за эти три месяца я просто развернулась и уехала оттуда. В общем, берешь детей и едете вы сразу в Мариуполь, либо где-то вы еще были. С Польши мы сели уже там за руль и поехали на Белоруссию. Потом через всю Белоруссию проехали до границы России и потом через всю Россию в Севастополь. В Крыму вы осели на какое-то время? В Крыму мы осели, да, почти на полгода. О, то есть вы в Мариуполь не сразу, получается, в Крыму жили? Мы жили в Крыму, но ездили периодически в Мариуполь. Ну, то есть мы где-то там раз в месяц, раз-два месяца приезжали, смотрели, что здесь. Ну, здесь и родители были. И я первое время раз в месяц приезжала здесь, работала. То есть мои же девочки, которые там, мои пациентки, да, еще до войны, которые у меня были, они мне еще, когда я находилась в Австрии, начали мне писать в соцсети, когда ты приедешь, мы тебя ждем, приедь, пожалуйста. Вот я смотрю, как бы так все чисто, круто, плюс второй кабинет. То есть за год бизнес у тебя вырос? Он у меня вырос, да. Я съездила на несколько очень интересных обучений в Сочи, в Москву. То есть возможностей достаточно много для роста. Плюс еще что есть? Государственные программы, я слышала, какие-то есть. Я еще не вникала для предпринимателей помощь в развитии бизнеса. То есть государство помогает, выделяет средства на развитие бизнеса для молодых предпринимателей, для того, чтобы тоже создавать там рабочие места, развивать какие-то сферы. Гранты. Да, да, ну типа как гранты. Я первый раз приехал в Мариуполь, это было начало августа 22-го года, но здесь было не очень. Ну вот по этой причине мы сидели в Севастополе, потому что еще не было ни коммуникации, ни света, ни воды, ничего не было, как бы с детьми опять же возвращаться в такие условия не хотелось. Ну да, да, да. Поэтому мы дождались, когда хотя бы появится свет и вода. Еще мобильной связи особо толком не было. Я помню все эти темы. Я вернулась, ну хотя бы уже свет и вода были, ну и отопление, газ, газ тоже уже был. И возможно было вернуться. И вот мы встретили Новый год, получается, в Севастополе. Ну это все время я ездила периодически в город, работала. Работала, уезжала, работала, уезжала. Но все тоже за что-то нужно было жить в том же Севастополе. Ну там тоже бесплатно, никто ничего, конечно же, там не предоставлял. И, короче, вы перебираетесь окончательно в Мариуполь в январе 23-го. Да, в январе 23-го, 20-го января я вернулась в Мариуполь. И взяла в аренду, сначала в аренду взяла там, ну что было, начала там работать. И постепенно уже вернулась в свой прежний кабинет, начала работать там. И постепенно-постепенно восстановила как бы все, что было до войны. И еще увеличила это все в несколько раз за эти годы. Прямо в несколько раз? Ну, раза в два, в три точно. Серьезно? Ну да, у меня масштабировался бизнес. И я хочу сказать, что я, конечно, работала и днем, и ночью, и практически без выходных, года два почти. Но это дало свои результаты. А вот ты тогда рассказывала, что, ну вот услуги определенные ты тут делаешь, какие-то новые добавились, либо все то же самое? Они все время добавляются, естественно, потому что я прохожу там новые обучения, покупаю новое оборудование. Соответственно, какие-то новые аппараты, новые препараты. Это постоянно в косметологии, это непрерывный процесс пожизненный, вот обучение и так далее. Я любопытный очень, мне всегда вот интересует, то есть здесь вот это какие-то инъекции, да, мне страшно смотреть на это. В основном вот здесь вот. Шприц, вот этот вот шприц. Ну шприц, это вообще физраствор. Да? Ну была мотивация. Самое главное, была мотивация, желание работать, желание помогать людям. Потому что я хочу сказать, что 50% моей работы, это была работа психолога, а не косметолога. Потому что каждая приходила и каждая рассказывала какие-то свои жизненные ситуации, кто как вообще это пережил. Потому что для людей это была очень больная, острая тема, им просто некому даже было это все сказать. И тяжело было людям это просто даже в себе держать. И они об этом говорили постоянно, везде там, со всеми. И каждая девочка, которая приходила, ты с каждой вот эту боль переживаешь. Потому что у многих там трагичные достаточно истории были. Да я могу себе представить. Да. Ну вот как-то так. И в таком формате где-то полгода прошло, пока я там уже не восстановила более-менее то, что у меня было до войны. А дальше уже пошло развитие. Ну потому что у меня всегда было достаточно много идей, чего я хочу, как я хочу. Я всегда знала, как это должно выглядеть. И я еще не остановилась. То есть я не могу сказать, что я вот сейчас там добилась какого-то там результата. И все, мне хватит, там я уже ничего не хочу. Нет. Я поэтапно иду там к своей какой-то цели. Я всегда с ужасом, ну на мужчин. Хотя мужчины, мне кажется, тоже делают вот эти вот уколы. Делают, да. Их больно делать? Нет. Если все делать правильно, то достаточно все комфортно. А мужчины, они в основном, ну так, морщины разглаживают, да? Ну это в основном ботокс. И иногда мы работаем филлерами. То есть мужчины делают такие процедуры, которые незаметны. Ну вот ты сделал процедуру, вышел из кабинета, и по тебе не видно ничего, что я там что-то делала. То есть это все очень аккуратно, точечно. Ты знаешь, какой вопрос интересен? У тебя хоть раз во время этой всей движухи были вот эти вот, знаешь, мысли какие-то? Ну было вот так, была вот такая власть, все поменялось. То есть вот пробуксовки какие-то, а как, а зачем? Вот эти вот сомнения какие-то. Вот мне просто интересно. У меня этих мыслей не было по той простой причине, что я понимаю, что на политическую ситуацию мы никак не влияем. Обычные люди. И ситуация, которая с нами произошла в начале, в самом 22-го года, это как никогда остро показало. Там происходят какие-то действия, взаимодействия, да, там между, скажем так, власть имущими. Надо жить. Никак на это не влияем. Да, единственная мысль у нас это выжить была, а потом уже нормально жить. И вот сейчас тоже это желание. Просто нормально жить. Жить, радоваться, развиваться. Несмотря на политическую составляющую этого всего. Просто вот когда так говорят, я с тобой согласен здесь. Потому что, естественно, мне кажется, нам нужно думать в первую очередь о себе, о своих близких. Но там определенные люди какие-то говорят, а-а-а, там, ну вот ты понимаешь, кто. Вы там предатели, ну, грубо говоря, мариупольцам говорят. Ну а в чем предательство? Каждый хочет жить, каждый хочет строить свою жизнь. Я скажу так на это, я у себя дома, я вернулась к себе домой. В чем предательство? В том, чтобы человек вернулся к себе домой, где ему комфортно, где ему нравится, где его родной город, где его родственники, где его близкие люди. Ну, я в этом не понимаю. Я тоже, я тоже, но сама понимаешь. Да, ну и зачастую это кто говорит? Говорят те, у кого там что-то не получилось, какая-то неудача, и кто сидит, ничего не делает, а ждет, что кто-то придет и там что-то ему даст. Да. Кто не хочет вообще шевелиться, да, грубо говоря. Тот, кто работает, развивается, много всяких действий предпринимает для того, чтобы жить нормально. Ему даже некогда об этом размышлять, его это не интересует. Ему некогда сидеть в социальных сетях и вот это вот все себе крутить, писать какие-то комментарии. Да зачем это нужно? Я думаю, этих людей не переубедишь. А зачем? А смысл? Это определенный менталитет и определенная парадигма. Конечно. Им всегда все будет плохо. Да. То есть здесь бесполезно. И я их не хочу обвинять, и, конечно, мне не хочется, чтобы они нас обвиняли. Мне просто вот интересна эта тема. Я понимаю, что каждый мыслит по-разному. То есть у тебя этой проблемы идеологической России и Украины не было. Нет. То есть ты вернулась домой. Да. И здесь действительно не какой-то там ливан там берут правительство. Конечно. Мы как бы все более-менее одинаковые все люди, да. И вот такие изменения произошли геополитические. То есть нам надо жить, как-то развиваться. Это вот для меня важно понимать. Потому что для кого-то эта политическая проблема, она есть. Вот есть. И до сих пор я знаю какие-то ждуны, там их называют. Да. Вот они ждут. Есть. Они не могут вот просто ходить. Вот им тяжело. Вот. У тебя как бы ты даже не понимаешь этой темы как таковой. Ну, я ее понимаю. И я понимаю этих людей. Ну, мне их мнение не близко совершенно. Ну, понятно. Потому что для меня в приоритете это развитие. Зачем мне думать о политике, если я не могу ничего в этом плане изменить. Я тебя понимаю прекрасно. И тебе, ну, город, как бы он твой. Да, мой город. Я вижу много положительных изменений. Я вижу, что он восстанавливается. Я вижу, что он оживает. И я радуюсь, честно, этому. А скажи, сейчас зрители будут смеяться надо мной. Что? Ну, вот такая мысль была раньше, что вот мне будет, например, 50. Угу. И вот эти вот морщины, их можно как-то вот убрать под глазами, которые... Да, можно. Уколоть ботокс, расслабиться мышцы и разгладиться морщинки. Да, но есть, конечно, более глубокие морщины, которые еще приходится сверху заполнять. Чем? Гиалуроновой кислотой. Кошмар. Это потом вот это, что потом ее надо постоянно добавлять? Ну, ее почему нужно добавлять? Потому что эффект со временем проходит, и все возвращается, как было. Соответственно, тебе хочется вернуть вот как бы ту картинку, которая тебе уже понравилась. То есть ты попробовал. Понятно, понятно. Понял, что классно, и хочется это все возобновить. Меня очень радует то, что сейчас я вижу. Стройки. Стройки, да. Действительно стройки, да. Я понимаю, что это все, конечно, произошло через трагедии и все. Ну, это уже случилось. Смысл сейчас об этом рассуждать, что хорошо, что плохо. Уже все, это уже все прошло, это уже прошлое. Если мы будем зацикливаться на вот этом негативе постоянно и думать о том, что вот как все плохо, а вот было так, а вот стало так, ни к чему хорошему это не приведет. Будет тебя только тормозить в этих негативных каких-то мыслях своих. Нужно думать о хорошем. Ну, это вот поэтому мне и важно было услышать мнение именно вот местного человека, который вот именно прошел путь, уехал, вернулся. И вот как это все? Потому что я здесь не живу. Я пытаюсь себе надо представить, вот что бы было, если бы я здесь жил. Ну, мне сложно представить, потому что я не живу. Я вижу изменения, только приезжая периодически. А ты каждый день здесь. Ходишь по этим улицам вечером, ты помнишь, как не было света, не было там интернета. Я помню, но я два дня мучился, потом-то я сваливал. Ни света, ни воды, ни интернета, ни связи, ничего. Но я-то это воспринимал как такое, знаешь, жесткое приключение. Вот я приезжаю, помогаю людям, волонтер, там привез, что мог. Но я знаю, что я через три дня уеду. Ну да, уедешь домой. Уеду в Краснодар, там есть все. А вот ты-то нет. То есть ты могла бы обидеться, ожесточиться и сказать, что вы там... Как многие говорили, там, до сих пор говорят. Ну и, кстати, до сих пор вот эти все блогеры, особенно либеральные, они когда снимают, они же не показывают ничего. Они говорят, Мариуполь у них до сих пор разрушен полностью. Ну, конечно. Вот какой-то там этот парень, я не помню фамилии, я не хочу рекламировать. То есть он прям вот даже сегодня, там, месяц назад, вот, разрушенный Мариуполь. Они показывают кадры, там, двухлетний, двух с половиной летний, там, ну... Ну, я думаю, что это все равно как-то далеко от истины, мягко говоря. И кем-то каким-то образом это или спонсируется, или что. Я не знаю, с какой целью вообще эти люди так говорят, потому что, ну, это неправда. Ну, вот, откровенная неправда. Изменений много. Но здесь мы и говорим про этих людей. А что они будут говорить про эти изменения? Что они будут показывать на Химовское училище? Показывать там мосты, дороги, дома там? Конечно, они не будут этого делать. Зачем? Тогда, получается, они рушат свой концепт. Ну, конечно. Ну, люди зарабатывают деньги. Это было, есть и будет. Таким способом, к сожалению. Другого, наверное, они не знают. Не знаю, да. И поэтому любые разговоры на тему, что пусть там есть вопросы, которые надо решать, есть проблемы, но ты говоришь, там, город живет, развивается. Они это воспринимают как пропаганду. Что вот мы тут сидим с тобой, занимаемся пропагандой. Но я говорю правду, потому что я здесь живу. Поэтому я тебе и позвал пообщаться. И я могу свое мнение сказать на эту тему. А люди, которые где-то там находятся и говорят свое мнение о том, что происходит здесь, ну, как по моему мнению, это странно. Откуда им знать? Они здесь даже не были ни разу. Они говорят, мы видосы смотрим какие-то там. Ну, так видосы можно вообще монтировать, какие хочешь. И какой хочешь давности, и откуда хочешь. Это вообще может быть даже не из Мариуполя, а там вообще из даже другой страны. Мы все это прекрасно знаем, что смотреть видосы, ну, это глупо. И делать выводы по видосам. Ну, согласен. Мы есть везде, всегда, и это нормально. Не бывает такого, что ты раз и в сказку попал. Крутые медцентры — это не показатель. Часто ко мне приезжают девчонки там из Москвы, которые за сумасшедшие деньги сделали там себе тот же фулл фейс, там это комплекс процедур. И результата они не видят. Они приходят, мы делаем пару процедур, и они видят результат, во-первых, в разы менее дорогостоящий и более результативный. Здесь зависит от рук. Ну и все равно вот согласись, что за такой короткий срок достаточно много сделано. Я вообще не то, что не спорю, это факт. Ну, ты это видишь своими глазами. То есть с этим спорить странно, если ты это видишь сам. Ну, а скажи, а вот, знаешь, ты, ладно, то есть я так понял, что у тебя такой боевой настрой, позитивный, тем более у тебя бизнес, если ты говоришь, в два раза вырос. А в твоем окружении вот есть для кого там хэштег, я уже назвал это, хэштег «Плач Ярославный 2024». Нет, я с такими людьми не общаюсь. Да? Ну, а зачем? Мне неинтересно это слушать. Я вообще не люблю, честно говоря, людей, которые ноют. Я терпеть их не могу. Ну, вот невозможно с ними о чем-то говорить. Ну, что у меня может быть с ними общего? У меня, знаешь, даже ни круг общения, ни в круге общения такого нет. У меня даже люди, которые приходят ко мне на процедуры, они такие же, как я. Да? Да. То есть от меня вот как поле, знаешь, идет такое. Ко мне эти люди даже никак не приближаются. В моем поле их просто нет. А если они где-то и есть, я их не вижу. Ну, а по ощущениям, хорошо, давай так, как у местного человека тебя спрошу. А по ощущениям, вот много таких, кто плачет в Мариуполе сейчас? Плачет, я имею в виду, ты понимаешь, что я имею в виду? Да, да, жалуются на жизнь. Ждут. Ждут, да. Я знаю, что такие есть. Вот открой любой чат мариупольский, типа там Мариуполь сейчас или что-то такое, и ты там увидишь полно вот этих комментариев. Ждут, да? Ждунов. Да, я смотрела как-то, не помню, уже несколько месяцев назад, случайно попался мне видеоролик, как парень какой-то снимал набережную, как облагородили набережную, построили там дорожки, раздевалки, туалеты. А я тоже снимал это. Набережную красивую сделали там с этими качелями, все. И начались комментарии. Вот, и так места не было, жопа к жопе лежали, зачем еще эти дорожки, вообще зачем это все? Плохая набережная. То есть, да, понимаешь, даже это обгадить, вот умудряются, что тебе облагораживают территорию, и ты все равно даже это обхаял и сказал, что это плохо. Понятно. Дома построили, да, они сейчас развалятся, там, дорогу делают, да, она сейчас тоже развалится. И вот люди, которые, в принципе, заточены на негатив, они этот негатив найдут везде. Согласен. Ты ему хоть миллион долларов принеси, он тебе скажет, что это тоже плохо. Согласен, согласен. Поэтому, поэтому, вот этот процент, я чувствую, он есть у вас тут в городе. А, он везде есть. Он, он, он везде есть, я имею в виду не то, что таких вот ждунов, а вообще, в принципе, вот эту тему мусора, мы ехали, обсуждали, да. Я хожу по вашим дворам, разговариваю с людьми, срач на лавочке. Вот так они сидят, вот возле нас чисто. Бросили. Вокруг них банки, бутылки, вот так трое человек сидят. Да, да, да. Я им говорю, а что у вас такое? Они вот так сидят и говорят, а потому же дворников нету. Я просто думаю, ну мне бы заняло 10 минут убрать самому. Ну да, выбрать самому мусор. Они, они, они говорят, мы не будем, пока дворники не придут. А дворники не приходят, поэтому мы будем сидеть в сраче. То есть это менталитет такой получается. Ну, менталитет, да, есть такой момент, но это опять же, всех под одну гребенку ты не будешь равнять. Есть такой процент людей. Ну, согласен. Он присутствует, которые вот ждут, когда, это опять же, тот же процент людей, который ждет, что за него придут и все сделают. И вот этот, кстати, процент людей, как правило, и жалуются, что все плохо. Потому что они сами не хотят ничего делать, хотят, чтобы все за них сделали. И что, и даже если за них и делают, они все равно говорят, что это плохо. Короче. Короче, это одни и те же люди. Ну, я думаю, что это не только в Мариуполе. Нет, это вообще. Это вообще. Это склад ума у человека. Да, да. Но вот в этих южных городах, наверное, это как-то может быть больше присутствует. Я не знаю. На севере, кто-то мне говорил, что самые такие боевые люди, Петропавловск-Камчатский, там далеко. На севере, потому что... Выживать. ...выживать. ...выживые условия жизни, там люди заточены на то, чтобы выживать. И они понимают, что если не я, то никто. То сметет. Да. А здесь все сидят расслабленные. И взаимовыручка. У них вот эта тема, что если не затащу человека, он замерзнет. Замерзнет и умрет. То есть у них вот эта помощь друг другу. Да, да, да. А на юге все расслабленные и с завистью. Ну да, это есть. Это вообще отдельная тема, кстати. Зависть, это просто... Завистливые, да? ...кошмар. Да, конечно. Ну и опять же, к чему? К успеху человека. И все думают, знаешь, что вот он живет, живет такой, раз ему на голову все упало. Он вообще сидит такой, ничего не делает. Бизнес упал. Бизнес упал, все упало. И известность упала. И там имя его тоже на него упало. Его репутация тоже на него упала. Да. А он ничего для этого не делает. На самом деле за этим стоит ежедневный труд. Тяжелый труд. В общем, это страшный шприц. Это вот вы колете этим шприцом. Ну и этим в том числе. Я еще конюли не показывала. Кого? Что? Ну это иглы такие. Блин, покажи. Ну вот есть такая штучка, называется она конюля. Это длинная тупая игла. На самом деле она вообще не болезненная, просто у нее такой как бы вид. Сейчас я вот вскрою одну покажу. А зачем? Ну она же... Для того, чтобы, например, заполнить носогубку. Тебе нужно сделать отверстие. Я знаю, что такое носогубка. Это не острая игла. Носогубку? Ее гладенький кончик, то есть она нетравматичная. Вот, видишь? Вот, вот. Слушай, я же вот когда я встречался с прекрасной девушкой, которая купила квартиру в видео, она мне рассказывала про носогубку, и я ей обещал блеснуть в какой-то беседе, что я знаю этот термин. Вот я блещу. Все, носогубка, это что? Я все знаю. Ну, это путь. Слушай, я тебя очень хорошо понимаю. У тебя вот с косметологией, да, я представляю, как ты пашешь, но у меня с этими видосами то же самое. То есть люди смотрят сейчас на нас и думают, да вот они просто шли куда-то, и это видео появилось параллельно как-то оно возникло. То есть они не понимают, что такое монтаж видео, что чтобы снять это надо приехать с другого города. Начнем с того, что ты еще сюда должен был доехать. Доехать, то есть фиг знам откуда, найти где там то, где там все. Люди этого не хотят понимать. Конечно. Они просто хотят покритиковать, как ты говоришь, сказать, что все плохо, что это все подстава какая-то. Ты по-любому проплаченная. Украинские зрители скажут, что это, естественно, пропагандос нашел там, кого-то там заплатили, ТВ-канал там, Малахов. Картинку сделали. Картинку сделали, да. И это я все понимаю. То есть это бесполезно людям. Но в любом случае, я думаю, что для адекватных людей, причем не важно, там, Украина, Казахстан, Беларусь, кто смотрит, я имею в виду, вне России, они понимают этот концепт. Потому что я, видишь, я все равно приматываюсь с определенными вопросами, потому что мне хочется докопаться до сути. Потому что я тебе честно скажу, и мне не важно там, я не стараюсь там, ура, там, быть каким-то блогером, что, ну, вот, если бы мне кто-то сейчас сказал, переезжай в Мариуполь, там, вот, ну, живи, там, что-то делай. Ну, как бы... Но это не для каждого. Я не уверен, что я там, ну, Краснодар мне тоже уже надоедает, если честно. Но я там думаю, там, может быть, там, про что-то другое. Там, если бы мне кто-то сказал, в Ялту переезжай, там, вот, тебе работа хорошая, там, не знаю, там, государственная какая-то. Не, на государство я бы не стал. Ну, короче, хорошая квартира, там, мы тебя там арендуем, зарплата нормальная. Я бы поехал сразу же. Ну, конечно. Я бы минуты не раздумывал бы. Я бы собрал сумку и уехал бы из Краснодара в Ялту. Потому что мне Ялта нравится. А вот мне тоже самое говорят. Вот, давай, там, квартирка, вот, там, вот, и вот море, вот, Приморский парк. Ну... Я не уверен. Я тебе так скажу. Для этого нужно обладать определенными качествами. Ну, то есть ты вернулась, для тебя нормально все. Да, потому что характера хватает это сделать. Да? Я тебе так скажу. Большинству людей этого характера не хватает. Потому что большинство хочет сидеть и ждать. Когда там что-то разрешится, кто-то им позвонит, кто-то напишет, скажет, вот, приезжай, тут, типа, классно все. Уже все сделано, для тебя все готово. А вот так, чтобы приехать и самому начать что-то делать, немногие, да, конечно. Слушай, ну, это я тебя вот сейчас услышал. Мужчины-женщины приходят, мариупольские... Ну, и не только мариупольские, со всей области они приезжают, да, потому что, ну, кто-то дает рекомендации, естественно, уже мое имя достаточно известно. И приезжают и из Донецка, и из Крыма, и из Ростова, и откуда только вот, ну, в принципе, с вот этого всего нашего региона, ну, скажем так, Донецкая область, да? Да. То есть, действительно, это две разные позиции. То есть, погрузиться в трудности, понимать, что это процесс, он, может быть, еще на года растягивается, но ты участник этого процесса. Да. И потом, когда все, в конце концов, как ты говоришь, будет картинка, ты будешь смело себе говорить, я принимал участие в этой картинке. Ну, я сам ее создал. Я сам помогал. А другой концепт говорить, ну, вот как сделают картинку, тогда... Тогда я вернусь. Тогда я вернусь на все готово и скажу, ну, там, вот набережная, вот там парки, вот на Химовске. Или скажу, что все плохо. Или скажу, что все плохо, но вот там верните мне мою квартиру. То есть, это такие концептуальные вещи мы обсуждаем, действительно. Это у тебя вот так же, как и было в прошлый раз, да, вот эти вот штуки? Нет, это все новое. Новое? Да, это лазер, его не было. А дорогая вот эта штука, если не секрет? Ну, достаточно, да. Да? Да. Хорошие лазеры, они достаточно дорогие. Ну, это ты где-то вот откуда-то привозила, вряд ли ты это в Мариуполе купила. Это я, конечно, я все привожу. Я в основном все покупаю либо в Ростове, либо в Москве. Ну, это конкретно я из Крыма привезла. А вот ты в прошлый раз говорила, что год назад были проблемы с поставками даже вот таких мелких компонентов сюда. Да. А это осталась проблема либо решилась? Проблема осталась, потому что нет логистики. Логистики по-прежнему как бы такой вот, как хотелось бы, там тот же СДЭК, да, его здесь нет. Нету? А зон Вайлдберрес до сих пор этого всего нет. Огромное количество людей приняли решение не возвращаться. Они ехают, кто-то потерял жилье, кто-то... И сейчас я вообще не знаю, это только через Шереметьево сейчас... Ну, сейчас достаточно серьезные, да, меры принимаются к фильтрации, скажем так, тех, кто может въехать. Я когда вот был, я помню вот эти все поездки, был такое все на лайте, я слышал, мне эти все, вот, кого я снимал, они мне говорили, даже после этих видео люди там возбуждались где-то в Европе, но потом говорили, мы подождем пару лет. Ну, конечно. Мы подождем пару лет. И вот сейчас я вспоминаю все эти разговоры, я понимаю, блин, надо было им тогда приезжать, тогда и квартиры там выдавали легко, там, да, и компенсации, а сейчас действительно все так усложнилось, а я не знаю, как сейчас, по-моему, даже с паспортом не так все быстро. Ну, насчет паспортов, насколько я знаю, еще пока ничего не изменилось, да, глобально так, то есть можно это все сделать. И я недавно была, я ребенку старшему делала паспорт, и женщина в очереди ко мне подошла, она тоже где-то в Европе находится, и приехала просто там документы оформить. И она говорит, вот, я не знаю, а показывать ли им паспорт украинский, или сказать, что я его потеряла, там, или еще что-то. В нашем? Ну, да, да, то есть паспорт нам это, господи, как она это называется? В МФЦ. В МФЦ, да, то есть я скажу им, что я потеряла, то еще отберут, а то еще это, а то еще то, то есть у людей в голове вот такое. Какое-то мнение, что сейчас тут их там все отберут, все переберут, там чуть ли не куда-то посадят. Ну, то есть глупости. Я говорю, слушайте, да не переживайте, никто вас ничего не заберет. Украинский паспорт не забирают, насколько я знаю. Да никому он не нужен, и никто никаких отметок там никуда не ставит, никто никого ни к чему не принуждает. То есть, по сути, у тебя, ну, вот и у всех, кто двойное гражданство получается. Ну, по сути, да. По сути, да. Да. Но вот иногда в разговорах, вот я советую зрителям слушать внимательно, потому что идеи для бизнеса проскальзывают. Масса идей для бизнеса, и до сих пор, хоть, конечно, уже много всего открылось по сравнению с тем, что было, да, год назад, не было вообще ничего. Но все равно еще там та же детская сфера абсолютно не охвачена. Детские центры, детские развлекательные какие-то мероприятия, этого всего до сих пор нет. Так как у меня двое детей, это проблема. То есть, какой-то досуг организовать детям, это нужно их куда-то везти. Тот же Таганрог, тот же Ростов, тот же день рождения отметить, да. А здесь нет? Ну, здесь особо такого ничего интересного нет, но именно конкретно там вот дети-подростки, да. Ну, вот что им? То есть, им какие-то более интересные мероприятия нужны, и здесь такого пока нет. Но я паспорт получила еще, находясь в Севастополе, сразу же. Сразу же. Как только вот я пересекла границу России, я сразу же начала заниматься документами оформления гражданства. Ну, потому что я хотела и работать, и вообще я, в принципе, приехала, я вернулась домой, скажем так. И я понимала, что, естественно, мне нужно делать все эти документы и себе, и детям, чтобы здесь жить. Видишь, хорошо, что мы с тобой говорим это все. Это твоя история. И повторюсь, я не люблю так вот делать. Вот слышите, да, вот поступайте так же, как ты, да. Это твоя история. Я всегда говорю о себе. Да, кто сделает какой вывод, тот сделает. А то сейчас опять, ну вот. Мы там, понятно, что все равно мы там агенты Кремля, мы пропагандоны, но как бы мы не занялись. Это так сейчас про нас скажут. Да, я поняла. Ты проплаченная, я проплаченная, и мы тут все организуем. Сзади нас там куча этих корреспондентов стоит, вот, видите, все стоят. Сейчас здесь, да. Люди возвращаются в Мариуполь. Потому что вот на момент год назад даже такого количества автомобилей не было, как сейчас, на дороге. Да я замучился ехать сюда. Сейчас в будний день. Да, да. Ну то есть это уже показатель, да, вот наполненность города. Даже на дороге видно. Да. А сейчас машин и сколько было. Но все равно, вот я сейчас, знаешь, о чем подумал? Вот люди, многие в Европе, я имею в виду граждане Украины, Мариупольца я имею в виду, которые уехали. Вот сижу я в Германии, вот я Мариупольц. У меня тут там, не знаю, жилье, и, кстати, сейчас вот эта тема с бесхозным жильем, но это отдельная тема, я в ней не разбираюсь. Ну, это, давай не будем. Говорят, там какая-то сложность. Я бы, вот, что я могу себе самому сказать? Вот, грубо говоря, я и там, я здесь. Вот может какой-то сейчас мы, не навязывая, но все-таки какие-то советы дать, либо мы ничего не можем им сказать? Что делать вот им? Сидеть и как бы забить на все, да? Все пропало, либо что? Нет, смотри, здесь каждый для себя решает, насколько ему комфортно находиться в тех условиях. Есть люди, которые там всю жизнь мечтали куда-то уехать, но, как правило, это все разбивается о реальность. Мы всегда, знаешь, думаем, что где-то там что-то лучшее, особенно те, кто никогда там никуда не выезжал, ничего не видел. У них была картинка в голове, что вот сейчас я приеду, и вообще вот все изменится, и все у меня будет классно. И они приезжают и сталкиваются с реальностью, что на самом деле там не все так сладко далеко, как им казалось, и тоже очень тяжело. И я скажу больше, там тяжелее, чем здесь. Ну, у каждого свой опыт, с другой стороны. Мне было тяжелее намного, потому что у меня здесь, я привыкла, во-первых, у меня здесь уже была работа, у меня есть мои там люди, да, пациенты, которые уже за несколько лет наработаны, которые меня ждали, которые мне туда писали, которые меня просили приехать. Да. А там я приехала и оказалась в вакууме вообще. Если бы у меня здесь ничего не было вообще, и у меня там все бы сгорело, там все, не дай бог, бы умерли, вообще вот была бы такая, знаешь, какая-то ситуация трагичная, прям совсем страшно. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Ну да. То есть тут тоже, как бы, ну, такой фактор. И обвинять этих людей, там, кто вот в такой, например, да, ситуации. Может им психологически легче построить новую жизнь? Может быть. Но я сейчас, знаешь, что пытаюсь, опять-таки, вот, блин, не люблю никому ничего не навязывать, но все равно я пытаюсь послать какой-то сигнал хоть кому-то. Универсальное что-то. Вот, например, человек сидит, у него там, может быть, что-то здесь осталось, там есть трагедия, нет трагедии, я не знаю, но он мариуполец. И у него вот эти мысли возвращаться, не возвращаться, Шереметьево. Я говорю про сегодня. Большинство людей, у которых есть мысль возвращаться, не возвращаться, и у кого здесь что-то осталось, они все пытаются вернуться. Да? Потому что, да, вот из всех моих знакомых, кто мне задавал эти вопросы, мне достаточно часто писали ребята, которые вот, ну, были в Европе, что там у вас, как там у вас, а мы вот думаем возвращаться, не возвращаться, потому что и тяжело, и все, и там, и чужие люди, и чужой менталитет, психологически всем очень тяжело. И большинство вернулись. Да? Да. Ну, то есть, в целом, даже сейчас, несмотря на то, что вот эта фильтрация Шереметьево, в принципе, если человек... Если человек вел себя адекватно и не обхаивал, там, гадостей какие-то не писал, то у него никаких проблем не будет. То есть его пропустят, там, поддержат 10-15, там, сколько там эта фильтрация идет. Ну, эта фильтрация, это громкое слово, это проверка просто, проверка. Ну, проверка, да, ну, как бы на то, кем ты. Давай так скажем, это долгий паспортный контроль. Ну, да. Это Шереметьево, нормальный аэропорт, просто столько этих слухов, что там какие-то там волки, медведи хватают, там, людей с украинскими паспортами. Я этого не слышала ни разу. И вот кто из ребят приезжал сюда, и кто проехали там нормально, ну, да, проверка это есть. Но не то, что тебя там держат в темнице какой-то и чуть ли там не издеваются. Я это говорю, как украинские блогеры это все там разгоняют. Ну, конечно. Поэтому я еще раз хочу сказать вот всем этим мариуприцам, которые вот эти мысли, сомнения. То есть проверка будет, Шереметьево, она будет не быстрой, там, 10-15-20 часов. Но, в принципе, как ты говоришь, если все нормально, то человека пропустят, и все. Да, ты едешь дальше по своим делам. Ну, и по большому счету, что, если здесь есть все там, ну, или там какие-то завязки, то не навязывая, но просто еще раз хочется сказать, что, ну, бояться не нужно. Нет, ты приезжаешь спокойно, делаешь документы, спокойно там возвращаешься к своей жизни, занимаешься какой-то деятельностью. Все, главное желание. Никто тебя не будет притеснять, гнобить там и так далее. Палки в колеса вставлять. Ну, паспорт, получение паспорта. Ну, это адекватно. Ты в любую страну приедешь, тебе, естественно, скажут, получи гражданство. Если ты хочешь там частным предпринимателем быть, какую-то трудовую деятельность совершать. В любой стране мира тебе скажут, что тебе нужно для этого либо вид на жительство, либо гражданство. Это нормально, это законы не только здесь, по всему миру так. Ну, да. Слушай, а меня многие спрашивали, может быть, ты мне объяснишь, почему многие не хотят менять украинские номера на российские? Украинские на российские? Ну, честно говоря, для меня это непонятно. Это то же самое... Автомобиль? Автомобиль, да. Это то же самое, как многие не хотели в паспорт русский делать. То есть есть еще какие-то там, может, у кого-то мысли, что, может быть, что-то вернется или нет, не знаю. Но мне кто-то говорил, в этом какая-то практическая причина есть, типа налоги не платят они. А, да, нет, дело даже... Налоги это понятно, штрафы. То есть камера украинские номера никак не считает, куда они тебе пришлют, на какой адрес. То есть он может гнать там по трассе Москва-Дон? Да, и начали очень сильно принимать меры по этому поводу. ГИБДД, да. Им это тоже очень сильно не нравится, потому что водители ведут себя не совсем адекватно на дороге, не соблюдают правила дорожного движения, и ввиду того, что у них украинские номера, ну, типа, мне все равно. Понятно. Мне ничего не будет за это. Соответственно, их начали... На этом все. Мы не пропагандируем возвращение, мы просто говорим, что... Нет, я просто говорю о том, что никаких жутких испытаний никого здесь не ждет. Да, да. Приезжаешь и живешь. Приезжаешь и живешь. Своей жизнью, все. Это вот важно, все, что ты сказал, потому что, повторюсь, я порой мне даже иногда специально хочется вот, ну, как бы понять суть, потому что некоторые говорят на показ. Там, а, все классно, все классно, ты говоришь, ну, что тебе классно, у тебя все... Не, все классно, все классно, вот этого вот я не хочу. Поэтому вот я и хотел, чтобы ты вот, ну, как сказал, как есть. Ну, вот я и говорю, как есть. Из опыта личного, в первую очередь, и из опыта своих друзей, знакомых. Все приехали, у всех все в порядке. Все работают. Все работают. И всем есть чем заниматься. У всех есть работа. Все зарабатывают, все нормально живут. Никто не голодает, не умирает, там, и так далее, и не нищенствует. Ну, мотаются, то есть ты, там, говорил, ты и в Сочи была, и в Туапсе, и в Крыму сто раз уже, и носишься везде. И в Москве, да, и на обучение езжу, и развиваюсь, и, там, отдыхать езжу. Все в порядке. Боевых действий. Боевых действий. Да, у меня очень, большинство моих дипломов пропало. Потому что здесь был приют для беженцев. Ну, и вообще, понятное дело, что в таких условиях, кто там будет думать о том, чтобы сохранить какие-то сертификаты. Куда-то оно там все делось, и ладно. Короче, жизнь идет вперед. Да. Там по телевизору говорят, ну, это то, что говорят. Я не даю оценку. Ну, если она не идет вперед, то человек, в принципе, тоже, ну, имеет место быть, сказать, что она ни хрена не идет у меня вперед, все плохо. Все плохо, да. Я встречаю таких людей, они не ноют, они просто говорят, у меня все плохо. То есть, как бы, ну, бывает так. Ну, бывает. Не знаю уже, с чем это связано. То ли с тем, что человек не хочет адаптироваться под условия. А это самое главное все-таки, вот эта способность адаптироваться. Ну, он говорит, что у меня много чего было, а теперь ничего нет. Да давайте забудем о том, что было. Это вообще не имеет никакого значения. Мы обнулились многие. Тут уже ты должен думать о том, что дальше. Что у тебя будет. Ты должен развивать то, что на данный момент можешь создать и там дальше уже идти. Вообще, ключевой момент в этом во всем, во всей этой адаптации, это способность принять ситуацию и идти дальше. Все. То есть, вот так, да? Ну, конечно. А как? Ну, движение идет вперед, самое главное. Да, конечно. И у тех, вообще, я скажу так, кто хочет работать, у тех всегда все развивается. Кто не хочет работать, хочет жаловаться на жизнь, у тех всегда все плохо было, есть и будет. Кто жалуется, они часто говорят, мы бы с радостью, а вот обстоятельства не позволяют. Ну, это всегда можно найти повод для того, чтобы ничего не делать и жаловаться. Ну, то есть, ты через это обнуление как-то психологически прошла? Конечно. Конечно, прошла. А мне кажется, многие не хотят сейчас это проходить, они постоянно говорят, вот сколько бы я ни говорил, у меня было три портсигара, три кинокамеры, три видока, три квартиры. И я их понимаю, у них это действительно было. То есть, я не могу поспорить с этим. Ну, вот это залипание мешает им жить дальше. Те люди, которые залипают в прошлом, у них будущего нет. Очень интересно. Это концепт, сове. Да. Ну, ты не видишь перспективы, когда ты смотришь все время назад. Короче, идем в будущее, да? Да. Ну, ребята, кстати, хозяева терраспорта, они открывают сейчас еще один зал, где-то, по-моему, на левом берегу, если я не ошибаюсь. То есть, как-то тоже пытаются это все развивать. Покупают там новое оборудование. Ну, это классно, потому что есть хотя бы какие-то способы поддерживать свое здоровье. Это я все продолжаю показывать Мариупольский драмтеатр. Посмотрите, с другой стороны. Может быть, раньше сдадут, чем через год. Может быть, через 7 месяцев, 8. Хотя, конечно, внутри делать много, поэтому... Нет, я думаю, все-таки год плюс-минус. Но строят очень быстро. Еще 3-4 месяца назад этого ничего не было. А вот вид еще с другого угла. В любом случае, вот такой разговор у меня был с Дарьей. Не все мысли, так как она здесь. Кто-то негативит, кто-то, ну, какую-то среднюю позицию занимает, кто-то тоже на позитиве. У кого-то еще какая-то, может быть, четвертая позиция. Это абсолютно нормально, потому что мы все разные. И ситуации у всех разные, и убеждения разные. Всем удачи пока. Мирного неба над головой. Дождь. Мариуполь начинается. Может быть, даже гроза будет. Да, я поехал дальше. Всем пока и на связи. Продолжение следует.